Кыргызские милиционеры Кыргызские милиционеры разогнали митинг, а шестерых активистов доставили в отделение. Позднее из милицейского участка один из задержанных сообщил, что он был избит, а другой, что ему сломали руку. МВД заявило о задержании организатора митинга Адиля Турдукулова. Милиция составила против него и пятерых его товарищей административные протоколы за неподчинение сотрудникам правопорядка. Всем трудно, простым гражданам, таксистам, всем трудно. Мы просто говорим, почему у нас дорожает. Наклейка? Это наклейка, да, на машину можете наклеить. Понял, спасибо. Тем временем накануне в Бишкеке эта же группа активистов провела акцию против повышения цен на ГСМ. Участники митинга считают, что президент Алмазбек Атамбаев дистанцируется от этого вопроса и не уделяет должного внимания росту цен на горючее. Местом проведения митинга активисты выбрали проспект Манаса у памятника Армон Хану, возле которого обычно проезжает президентский кортеж. Простое население сегодня наблюдает, как не по дням, а по часам у нас в стране дорожает бензин. Невозможно при таких ценах использовать, покупать, заправляться бензином. За 50 сомов более одного доллара стоит у нас бензин. Повышение цен на ГСМ повлекло рост стоимости всех других товаров и услуг. Между тем, динамика цен на горючее в Кыргызстане впрямь складывается парадоксальным образом. В то время как нефть на мировых биржах стремительно падает, в Кыргызстане же горюче-смазочные материалы также стремительно прибавляют в цене. Кыргызская оппозиция считает, что этот процесс связан с монополизацией рынка со стороны российских компаний. По их мнению, «Газпром» и «Роснефть» пытаются скомпенсировать финансовые потери от падения цен на нефть за счет реализации дорогого бензина. Наше требование прежде всего ввести конкурентов на рынок ГСМ в Кыргызстане, так как из-за отсутствия именно других поставщиков, кроме «Газпрома», у нас создала монопольную ситуацию. Именно монопольная ситуация в Кыргызстане дает возможность поставщикам бензина диктовать жесткие условия, которые не в состоянии наши кыргызстанцы выполнять. Малочисленный митинг молодых оппозиционеров на этот раз сопровождался довольно необычной акцией другой группы молодежи. Напротив, выстроилась группа людей с плакатами, не имеющими отношения к росту цен вообще. На них было написано «Хочу в Америку» и «Хочу грин-карту». Видимо, авторы антимитинга хотели намекнуть на проплаченный характер акции оппозиции. Во-первых, мы увидели это в фейсбуке, объявление, что состоится митинг 10.00. Мы решили воспользоваться данным положением, тоже выйти, почему бы и нет. Мы здесь собрались на мирную акцию. Но, как видите, видите, тут дежурные молодежь, которые даже не осознают те проблемы, которые столкнула сторона. Она позволяет себе нанять властями для таких грязных дел, вроде провокации. Вместо конструктивного диалога, которому мы прилагаем власти, вместо решения этих проблем, они идут на конфронтацию, на усиление конфронтации властям. Это, конечно же, недопустимо. Ничему хорошему для самой власти это на самом деле не приведет. К большому удивлению оппозиционеров, в этот день президентский кортеж так и не проехал мимо них. Тем не менее, организаторы все же решили напомнить президенту об актуальности подорожания бензина. И знак протеста организовали автопробег по Бишкеку. Под звук клаксонов участники акции проехали мимо Белого дома и правительственных зданий. Продолжение следует...